приветствую зрителей меня зовут иван и мы продолжаем собирать док станцию последний раз я остановился на том что хотел включать блок питания просто спаяв провода но мне потом пришла другая идея все-таки делать это как-нибудь цивилизованно кнопкой и лучшая идея была купить старую атишную кнопку старая тишная кнопка замыкала питание 220 вольт к системнику с тем чтобы замкнуть низковольтовые контакты блока питания tx она бы тоже справилась сожалению попытавшись ее поставить всякими разными способами я убедился что она все-таки не подходит по своим габаритам вместо кнопки питания от x и наружу и вывести довольно нетривиально будет но тем не менее как один из вариантов почему бы и нет попробовав разные варианты я все-таки нашел как можно старую атишную кнопку в относительно новый корпус загнать здесь было два гнезда usb 2.0 но 2.0 usb мне не очень нужен тем более у меня со всех сторон этих usb будет много пожертвовал им но теперь у меня кнопка которая нажимается и отжимается затем я использую комплекты проводов которые позволят мне эту кнопку соединить с остальной системой разъемным образом так чтобы не было все спаяна и не было скручено для этого я воспользовался контактами теми же самыми которые используются у кнопки от x но расположил их в обратном направлении потому что хотелось бы чтобы контакты блока питания было сложно замкнуть случайно поэтому штырьки у меня получаются со стороны кнопки в случае с от x кнопкой питания все наоборот вот эта штука это удлинитель f-панель и я его отрезаю и беру только сам проводок проводок распаиваю на кнопку а это кнопка питания от x от нее я тоже беру проводок а саму кнопку отрезаю отрезаю и все это у нас идет вот сюда смотрим дальше это у нас блок питания на многочисленных видео в интернете люди берут и перепаривают его провода напрямую но я так делать не захотел я захотел чтобы у меня все было сменно разъемно поэтому я нашел такой девайс который имеет гнездо как на материнской платину от него идут провода и вот от этой части я провода тоже могу отрезать те которые мне нужны те которые не нужны оставлять ну это что-то типа изоляция для них будет естественное они никуда сами не вставится так вот здесь есть какие-то провода которые можно вычислить которые замыкание которых включит блок питания и как раз именно эти провода я испаяю с этим проводком отрезав кнопку от x который мне не подходит потому что она не залипает дальше здесь есть питание 12 вольт это 12 вольт я распаиваю на джек дихи коннектор как я уже проверил он в аккурат подходит к юсби хабу теперь остается это дело попробовать спаять и вот к чему мы пришли я взял сетевой фильтр который по отзывам реагирует на всякие разные ситуации на всякие случаи затем у нас блок питания в интернете пишут что блок питания лучше без нагрузки не включать в качестве нагрузки хотя бы вентилятор можно использовать хотя конкретно про этот блок питания написано что у него защита есть и от недогрузок и от коротких замыканий и от прочего но на всякий случай вентилятор я купил у вентиляторов обычный интерфейс специфический который только на материнской платье есть но я купил тот у которого есть молекс питания далее спаянный разъем 20 пиновое гнездо которые соответствуют интерфейсу блока питания кстати удобно что это не удлинитель за исходник был взят именно переходник с 20 пин на 24 потому что в переходнике провода разные разведены не один к одному один провод может разветвляться допустим я откусывал и когда манипуляция производится удобно перепроверить что я на самом деле к правильным проводам подключился здесь у нас значит питание для юсб хаба будущее это интерфейс для кнопки включения питания и здесь распаян соответствующий аналог это сама кнопка кнопка питания ати которая я думал хорошо пойдет из-за физической совместимости по размерам но оказалось совсем не так и в конечном итоге я не рекомендую искать в продаже кнопки ати лучше взять какой-нибудь другой переключатель вот как на этом блоке как на этом фильтре вот такую штуку простую взять да и не мучиться мне результат не очень понравился но раз уж взял то взял начинаем соединять все собрано теперь по идее если включить питание на фильтре и нажать эту кнопку то вентилятор закрутится будем надеяться именно так все произойдет вот это да с первого раза все заработало а даже ничего не заискрило так теперь попробуем подключить usb хаб повторяем включение с usb хабом все и Что-то не сработало. Нашел проблему. Проблема была в том, что я на атишную кнопку, чтобы пальцы себе не отдавливать, купил в магазине колпачок, но, оказывается, кнопка-то не нажимается, если этот колпачок надет. Вот теперь и вентилятор крутится, и USB-хаб подключен. Я нашел, что у меня в доме USB-шное самое ненужное есть, что может показать питание на USB-порту. Это оказалась сетевая карта. Так что по всем признакам все работает. Еще один довод в пользу. Не искать атишную кнопку питания. Следующим этапом будет все собрать внутри корпуса ПК. До следующего выпуска.